наташ не можем не радоваться мир вышел из этой долгой спячки который находился последний год вот какие события в ритейле ты считаешь ключевыми за последние ну скажем там полгода на самом деле ритейл ты не останавливался по большому счету если говорить именно про то как сейчас торговых сетях все бурно да и мы не успеваем отслеживать буквально весь этот новостной фон и те вещи которые продолжают те вещи которые мы продолжаем наблюдать именно консервизация ритейла мне кажется рановато все таки это происходит потому как хотелось бы чтобы побольше было разнообразных сетей и грустно что уходят еще еще сетки которых уже мы не увидим там через какое-то время да и таким образом опять еще сложнее будет тем же поставщикам попадать на полке консолидация происходит но наверное то что сейчас дикси все-таки присоединяется к магниту одно одно из тех удивлений которые мы сейчас на рынке увидели да и то что еще одна зарубежная сетка покидает российский рынок да мы говорим про биллу вот но между тем если говорят что и приходит тем не менее связать те же новости про лиду например то есть знаешь если говорить и будем просто ждать как это все-таки будет происходить потому что новые вроде как приходит но вот как все таки закрепятся здесь на рынке непросто да мы трезво понимаем что сейчас вроде как не самый лучший хотя опять же вот смотрим на то как развивается маленький ритейл вот тот же авокадо да который еще совсем немножко совсем недавно мы видели буквально там разово а сейчас я вот я еду я вижу на многих направлениях эти вывески появились понятно что это не очень организованы понятно что это может быть не какой-то очень крутой ритейл но он есть и посмотрим как это тоже будет развиваться то что не скучно нам это точно можно отметить тем не менее ты за последнее время посетила очень много разных мероприятий слушала ритейлеров общаешься с многими если коротко так вот подвести может быть прям по пунктам что беспокоит сейчас ритейлеров знаешь наверное даже не сколько беспокоит сколько интересует да то есть то что цифровизация огромная повестка которая сейчас отрабатывает все это факт но особенно крупный ритейл да потому что тема персонализации тема big даты да это вот тема которая практически на каждой крупной выставке крупном мероприятии точно подсвечивается и если еще несколько лет назад это были в основном скажем так ожидаемо что-то будет то сейчас мы уже наблюдаем именно историю про кейсы то есть мы уже это видим как это реализовываться да с другой стороны если мы говорим про тот же мало ритейл у них наоборот надо они как раз больше хотят в сторону идти работы личной то есть не пони не убирать персонал из магазина бороше магазин персонал максимально отрабатывал таким образом потенциализация у них и будет не со стороны автоматизации если страны там даты да но бигдата а со стороны именно того что все таки именно персонал по-другому работает если говорить еще по одну какую тему очень активно воспринимаем мы слышим это конечно же альтернативные продукты за последнее время то что я увидел это что я услышала знаешь ли на самом деле там сверчковая мука которая для меня была действительно удивлением уже совершенно не удивлением является там вот эти веганские бургеры и все прочее да но то что они так быстро пришли в такую более менее уже повседневную жизнь это конечно удивляет если говорить про и сам это главное что уже альтернативные продукты это не какой-то какой-то прям далекое будущее это уже вот настоящее нашего что это вот это меня удивляет понятно что в крупных городах это уже в магазинах мы видим до региональные города это еще через какое-то время придет но это уже остается совсем немного когда такая полка тоже уже будет активно наполняться другой вопрос что все эти не мясо не молоко сейчас столкнулись с тем что они не понимают как их называть и как их правильно на полку ставить вот это сейчас проблематика которая в первую очередь обсуждается если мы видим это обсуждение как раз ритейлеров и поставщиков и вообще кто это должен развивать потому что рынок новый и понятий насти то она тоже должна до потребителя в итоге быть донесена правильным образом любопытно просто наблюдать когда идет перезапуск некоторых продуктов которые уже давно были не знаю наверное скажу там рама да вот этот продукт который еще совсем недавно воспринимался одним они просто века повестку абсолютно идеально сейчас списывается посмотрим какой будет перезапуск на российском рынке ну любопытно наблюдать ну что рекламу с 90-х вернут но это ну и точно еще одну тему можно назвать это все-таки тема персонала да потому что то какая сложность сейчас возникла с именно персоналом и особенно линейным персоналом это правда все отмечают на различных уровнях я наверное здесь скажу что вот буквально второго числа мы обсуждали в рамках собственного производства как конкретно преимущество торговой сети так вот у меня не было заявлено этой темы в повестке но мы к ней возвращались неоднократно в течение дня потому что это очень болит у ритейлеров потому что вот именно персонала который производит и работает например на кулинарном производстве их просто не хватает и это как раз тенденция такова что это как раз проблема как закрыты границ с одной стороны да так и в принципе отсутствие нормального рабочего персонала которого больше не становится и вот мы сейчас будем наблюдать именно это что повышение цен будет повышение смысле зарплат надо делать там где человекоемкие до отрасли то очень трудно происходит ну вот с такими проблемами встречаются наши коллеги и в этих в этой ситуации приходится отрабатывать у каждого свои решения так давай немножко по нашим шкурным вопросам а мы как ритейл ru вот здесь работаем многие к нам за эти четыре дня пять дней работы выставки приходили те кто сюда не приезжает как мы можем их поддержать давай еще раз напомним будем ли мы наш проект диалоги ритейл онлайн продолжать например коллеги особенно региональный ритейл проявляйтесь я очень рада буду увидеть вас в нашем эфире мы готовы с вами очень четко проговорить все вопросы обсудить те темы которые мы можем вместе с вами проговорить и уже ближайшие месяц полтора эти эфиры смогут вновь выйти и так у нас есть некий регулярный план мы представляем как его можно развивать но чем более четко вы проявитесь и быстрее тем нам легче будет это делать но это факт без долгих переписок у меня на всех уровней да 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 так еще один еще одно наше движение здесь на выставке это совместный стенд давай еще раз для потенциальных партнеров условия вхождения в партнерство с нами на выставках смотрите совместный стенд в очередной раз показал себя очень хорошо как площадка на эти вот нахождение на мероприятия я все время говорю о том что выставка это не какое-то статичное пространство на котором вот вы стоите и к вам гарантированно пойдет подойдет народ вы все-таки люди которые должны на этом стенде работать и мы очень ждем тех партнеров которым интересно быть на разных мероприятиях в разных мероприятиях которых это участвует и мы как раз зовем тем которым интересно там на одном мероприятии на втором на третьем на четвертом вот подряд течение года побывать вот реально волком такого плана компании вот я прям жду ребят которым это нужно почему потому что много касаний получается на разных мероприятиях стоимость в принципе в среднем стоимость сейчас рабочего места на нашем пространстве около 200 тысяч рублей плюс-минус зависимости от мероприятия и вы получаете готовое пространство трафик все равно так или иначе мы его создаем даже если скажем может быть неудобная локация хотя мы всегда находим максимально удобной локации все-таки мы знаем как работает мероприятие и понимаем где нам нужно ставить наш стенд и вот ближайшие мероприятия где точно у нас будет совместный стенд это old food в конце сентября и назовем все детали есть у нас на сайте мы обычно делаем новости компании в котором можно об этом прочитать и знаете на к любом случае к выставкам нужно готовиться и важный момент которым точно хотелось бы сказать я бы очень хотела чтобы коллеги которые решат работать на нашем стенде работали все три дня то есть вот конкретный человек он должен быть обязательно все три дня если потому что это обычно на второй на третий день только происходит тот а химия тот контакт который и нужен нужно в итоге получить потому что первый день он обычно такой разогревающийся чуть немножко привыкают делают какие-то конкретные дела 2 3 он уже более расслабленные получается доработать необходимым образом вот и уже на более спокойном режиме общаться поэтому самый большой минус когда мы наблюдаем это вот смена людей в течение выставки и мы не можем помочь по максимуму потому что каждый раз нужно объяснять и вводить в курс дела но и не надо забывать что есть совместный стенд но совместный стенд работает на совместном стенде также работает пресс-центр это лру да и вот мы сейчас находимся в студии которая на котором мы записывали весь соседние длинные видеоролики где мы развернуто интервью с ритейлерами брали а там где мы записываем короткие видеоролики в итоге у нас за четыре дня 100 более 100 видеороликов записано между прочим да и отдельная благодарность нашим партнерам которые наши активности такого рода поддерживает конечно фирме 1с нашему многолетнему партнеру по данным активностям какие-то я здесь здесь однозначно должна произнести речевку которую я всегда произношу во время диалогов ритейлер онлайн с фирмой 1с у нас ведется проект автоматизация на платформе 1с и если у вас есть кейсы делитесь ими мы готовы их оцифровывать и рассказывать о них на страницах ритейл.ру и наш многолетний партнер также фирмы с кондитерская фабрика эссен в этот раз она максимально ярко проявилась и о конфеты даешь практически во всех роликах вы можете увидеть я думаю что сейчас тоже ребята в титрах это показывают и наш новый партнер профиндустрия коллеги только подключается к нашим активностям отдельно им спасибо и первый день мы очень много как раз под набрали повестки на тему именно как работать с наличностью да и соответственно у них очень хорошие интересные есть по этому поводу контент и предложение для аудитории но знаете без партнеров такие вещи делать невозможно поэтому однозначно большое спасибо что вы нас в этом поддерживаете я хочу сказать что студия коротких роликов она наверное настолько популярна и создает там трафик возле этих стендов что в любом случае там есть всегда очередь то есть буквально у меня было время за ну вот в эти дни столовую сходить у моего коллеги который писал короткие интервью по моему не было сережки сочувствуем давай еще вернемся ты упомянула страницы нашего сайта где можно новости вообще в целом вот еще раз напомнить функционал сайта что там полезного для ритейлер до поставщиков как они могут этим вот массивом информации пользоваться как они могут использовать наш сайт знаете ключевой конечно момент контент то есть я очень рекомендую подписываться на новости подписываться на как в соцсетях так и емэл рассылки которые мы там ежедневно выпускаем в рабочие дни все-таки 20 новостей в день среднем мы собираем с рынка и я уверена что это много по 3 вам много потребуется для того чтобы перелопать и другие сайты у нас эта повестка вся собрана еженедельно у нас выходит дайджест по статьям то есть все статьи фоторепортаж интервью все что мы делаем в течение недели она собирается в среду выпускается рассылка тоже по отдельно и конечно же в соцсетях то есть неудобно заходить на сайт пожалуйста выбирайте ваш любой канал но единственно ставьте их вот на этих выделено да вот и также можете читать мне очень нравится как у меня есть конкретный пример когда один из моих коллег подсказал что у него есть выделенное время один из руководителей сетей что они в субботу утром за чашку кофе он просматривает весь сайт читает какие-то конкретные вещи там выписывает что-то реализовывает это вот прям знаете на самом деле такой системный подход и очень логичный правильный с точки зрения я вам сейчас назвала только контента у нас есть события то есть вся вся событийная повестка она нас в этом разделе собрана вы можете посмотреть как конференции как выставки так и он онлайн ты теперь это можно прямо по закладкам теперь смотреть естественно мы приглашаем заглядывать раздел обучения сейчас бесплатные вебинары мы немножко приостановили но в любом случае эта повестка тоже поднимается ну и наверное для тех уже кто хочет более четко партнерствовать с нами это бизнес-центритейл точку ру поставщиков услуг поставщиков товаров мы точно туда зовем но мы зовем и ритейлеров потому что у ритейлеров там тоже есть свой личный кабинет с помощью которых те новости которые в нашу новостную повестку по какой-то причине не попадает они смогут спокойно это с помощью личного кабинета публиковать ну немножко приоткрою у нас вот еще чуть-чуть еще немножко я надеюсь что все таки в июне мы уже выпустим небольшое обновление хотя она для меня на самом деле большое потому что мы наконец-то получим возможность и дадим возможность нашим посетителям нашим читателям добавлять материалы в избранное то есть оставлять наконец-то для себя какой-то шорт-лист материалов которые им например понравились или они хотят его попозже прочитать и к ним возвращаться потому что я понимаю что этого функционала у нас не хватало но в общем у нас много классных штук приходите все к нам что называется даже большое за такой обзор а вот этих дней вообще в целом события последнего времени